привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня мы займемся опытами с магнитным маятником один из магнитов закреплен на подвесе а внизу под ним установлено еще несколько магнитов так что верхний магнит может притягиваться к любому из них и мы видим как магнит закрепленный на маятнике перелетает одного нижнего магнита к другому сейчас качается между двумя но раз и перелетел к третьему и так это происходит пока энергия немножко не иссякнет он не остановится у одного из магнитов и вот с тремя магнитами внизу мы наблюдали сложное стахастическое движение практически непредсказуемое но чтобы разобраться с тем что происходит в этой системе естественно все упростить и поставить внизу всего один магнит да еще и по центру прямо под подвесом маятника запустим маятник так чтобы его траектория не проходила через центр и теперь он движется по своеобразной розетки каждый раз оставляя центр слева от себя и разворачиваясь на нем трассируем траекторию маятника на нескольких качаниях эта картинка нам еще пригодится и что мы можем сказать про эту конфигурацию и эту траекторию на магнитный маятник отклоненные от положения равновесия действует две возвращающих силы одна сила это реакция подвеса ну и мы здесь мы имеем дело с гармоническим осциллятором горизонтальная компоненты этой реакции то есть это и есть возвращающая сила она пропорционально отклонению от центра ну и если бы нижнего магнита не было то тогда маятник двигался бы по эллиптической траектории с центром эллипса в точке равновесия а вторая сила это сила взаимодействия магнитов она как-то сложно зависит от отклонения маятника установить эту зависимость это дело эксперимента но она тоже направлена к центру и получается что когда маятник отклонен далеко там взаимодействие его с нижним магнитом очень слабо поэтому он движется по траектории близкой к эллиптической а потом пролетая вблизи магнита разворачивается ну и снова уходит на такой почти эллипс но развернутый и вот таким образом получается это розетка и еще здесь можно сказать что поскольку обе силы направлены к центру это означает что в такой системе сохраняется момент импульса это и есть первый закон кеплера который не только к планетным движением применим и соответствующей площади заметаемые за равные времена будут здесь равными мы сделали симуляцию такого движения в программе живая физика используя вот такое выражение для силы взаимодействия магнитов движущийся магнит описывает розетку похожую на ту какую мы наблюдали в эксперименте так что мы будем использовать это выражение для силы и в следующих опытах и понятно какой эксперимент стоит сделать теперь я оставлю один магнит на площадке но сдвину его от центра центр здесь показан крестом а магнит смещен от него на три сантиметра и теперь движение маятника перестала быть регулярным вблизи магнита скорость маятника не велика и поэтому магнит разворачивает его довольно сильно причем небольшая разница в смещениях маятника приводит к заметной разницы в отклонениях его траектории а теперь проведем аналогичный эксперимент в программе живая физика в отличие от реального эксперимента здесь потери энергии отсутствует и маятник может качаться бесконечно долго когда он пролетает прямо над неподвижным магнитом его траектория почти не отклоняется в сторону и он продолжает движение по эллипсу а вот когда маятник пролетает вблизи магнита с не очень большой скоростью он описывает характерные петли и понятно что такое движение не будет регулярным и среди различных нерегулярных движений регулярные движения в этой ситуации с одним магнитом не по центру мы наблюдали тоже что делает ее особенно интересный потому что где-то имеются границы между стахастическими и регулярными режимами а теперь обратите внимание на то что эта картинка выглядит так будто здесь установлены на столе не один магнит а 2 2 невидимый и это подталкивает нас к тому чтобы попытаться воспроизвести все установив второй магнит на самом деле маятник отпущен так чтобы он качался по диагонали между магнитами проходя через центр и видно что плоскость качания постепенно меняет свое направление так что теперь маятник качается уже по другой диагонали мы трассировали это движение и стала видна область внутри которой двигался маятник она ограничена двумя линиями похожими на гиперболы а боковые границы были бы близки к дугам окружности если бы маятник не терял своей энергии и эту идеальную модель с двумя магнитами и сохранением энергии мы немедленно воплотили в живой физике вот полученная траектория а теперь я хочу перейти к заключительному вопросу и он будет таким почему две картинки одна с одним магнитом а другая с двумя магнитами были настолько похожи одна на другую как будто в первом случае и правда имелся второй магнит ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе